Не верьте ему, дорогая, он пьяница, бабник и грунт. Он женскую любовь играет, как буря, бельем на ветру. Он сладким шампанским поманит, он сладкий скажет слова, после сразу обманет, как в пропасти идущий трамвай. Красиво, так? Он вас не достоин, конечно, Ирка, как, впрочем, мужчина любой. Внутри он калековый вечный, хоть с виду веселый, плейбой. Он ногти хрязет постоянно и очень на выпивку слаб. И ищет в бреду полупьяну несчастных молоденьких баб. Он вас не оставит в покое, покуда, я вам говорю, не сделает с вами такое. Такое? А это женщина рассказывает. Такое? Как вспомню, так вся ж горю. Его покидайте и точка, чтобы вам на судьбу не пенять. А то разорвет на кусочки от зависти просто меня. Все. Это первый эпиграф. Екатерина Львовна, прекратите болтать. Второй эпиграф. Приходит к женщине мужчина. С собой бутылку к ней несет. И важной, следуя причине, мозги полощи. То, да, сё, а рисует всяческие дали. Сиреневые в основном. И тихо давит на педали. И помышляет об одном. Он деву бедную бужает. Потом напротив веселит. И на коленочке сожжает. И с ней отчаянно шалит. Потом ракетой взовьется до самых этих облаков. А после к стенке отвернется. И захрапит себе легко. И забывает про напевы. И про дегзаметров игру. И наплевать ему на деву. Как, впрочем, и на всё вокруг. А дева бедная устала. Грустит о выбранной судьбе. Пытаясь тщетно одеяло. Из-под него, блядь, стащить к себе. Зачем нам этот курс стагнации. Ведущий в кризисный разгул. Не бойся, милая, отдаться. Я спать потом ведь не могу. Ах, какая мамзелька стоит. Ковыряя перчаточки лыжу. И комбезиком ярким её. Вся вселенная озорна. И не вижу я уж ничего. И уже ничего я не слышу. И ни чайников нет, ни бугоров. Лишь подъёмник. Лишь подъёмник. Да я, да она. Мне б красиво колен подыжал. Тормозануть рядом веером со нежным. Как павлинах спускает свой хвост. Увидав там тяло это вдали. И красиво открув палки в снег. Насладиться бы голосом нежным. Говорящим под счастью лишь мне. Ну чё, больше места себе не нашли. А потом, целый день обучаясь. Как вести параллельные лыжи. Прикасаясь к наглядности для К её ножкам дрожащей рукой. И за кружкой глинтвинов кафе Мишеля здорово. Из тебя стоколупного выжить. Сколько за год не наговоришь. Изучая эстмат глубоко. Я жудил бы умную астеро. Словно целый отряд каваена. И красиво бы псыней танцевал. Танц в быстрых и медленных арет. И ощуял настолько б себя. И уверенно, и вдохновенно. Что достиг бы в конце концов. То, о чём не все хотят, а говорят. Вверху облачков, паутинка внизу. Шум зелёный сосны. Любовь в горнолыжных ботинках. Под ласковый железный весны. Под бешеный железный весны. Слишком сильно, наверное, мечтал. Я в этом небесном создании. И цепочку забыв, подстегну. На брюхе. Вот доехал уж до самых небес. И канадчик в раздубных словах. Возвратил мне земное сознание. А когда вниз летел я урлом. Милый образ со склона исчез. А потом всё валила душа. А сокрови щеканувшим его лету. Хоть друзья прожались ночью. И встречали. И в Макдональдсе, встретив её. Песком близенько, лыж и чекета. Я смотрел на неё. Я смотрел. Я смотрел. Я смотрел на неё. Я смотрел. Мужчина, вы на мне дырку просмотрите. Я смотрел на неё. Блин, я смотрел. Но подумал. Вздохнул. И ушёл. Вверху. Облачков паутинка внизу. Шум зелёной сосны. Любовь. Облачков паутинка. Под ласковый шелест рысаны. Под ветреный шелест рысаны. Под бешеный шелест рысаны.